Всем привет, друзья! Вы на канале Web Developer Blog. Не забывайте подписаться на канал. Сегодня я хочу вам посоветовать онлайн-университет от Mail.ru Group с гарантированным трудоустройством. Если хотите получить комплексное обучение и за год стать middle-разработчиком, поступайте в онлайн-университет от Mail.ru Group, обучение веб-разработке, мобильной разработке под Android и iOS. Создание игр – все это здесь есть. Все подробности вы сможете узнать, перейдя по ссылке под видео. Здесь вы выбираете факультет, который вам интересен. Можете выбрать факультет веб-разработки. В общем, переходите по ссылке в описании и поступайте в онлайн-университет для программистов. Мы продолжаем уроки Bootstrap 4. В прошлых видео мы создали адаптивное меню и слайдер для нашего мини-проекта, мини-сайта на Bootstrap 4. Если кто их не смотрел, обязательно посмотрите вот эти вот уроки и продолжайте верстать вместе со мной. Но это, как вы понимаете, только начало. Мы постепенно изучаем новшества и тонкости Bootstrap 4. Советую вам посмотреть мое видео «Что нового в Bootstrap 4? Все изменения сетки». Я здесь рассказал все новшества сетки именно в отличие от Bootstrap 3. Но если вы не работали в Bootstrap 3, то, в принципе, можете тоже посмотреть для наглядности. И там я рассказал про работу с фликсбоксами в сетке. Так что я думаю, что будет интересно. В этом уроке я фликсбокс сильно затрагивать не буду. Вообще, сетка Bootstrap 4 теперь разработана полностью с фликсбоксами, что упрощает работу с ней. Если вы до этого никогда не использовали сетку, вам несложно будет освоиться, в принципе. Главное понять сам небольшой принцип и все. Все реализовано с помощью столбцов и строк. Строки представляют собой горизонтальные группы столбцов, которые обеспечивают правильное выравнивание каких-либо столбцов. Давайте будем... Я буду показывать, чтобы был какой-то пример. Для начала мы создадим контейнер Fluid. А в нем создадим обычный контейнер. И для того, чтобы создать строку, ее всегда нужно помещать в контейнер. Строка создается таким образом. Вы создаете блок с классом Row. Контент должен быть помещен в столбцы, и только столбцы могут быть непосредственными дочерними элементами строк. То есть лучше в строку ничего, кроме столбцов, не вставлять. Классы столбцов указывают количество столбцов, которые вы хотели бы использовать. Всего в одной строке должно содержаться 12 столбцов. К примеру, чтобы создать 3 столбца равной ширины, нужно создать Call. Далее идет класс столбца. Sm, к примеру, я позже о них скажу. И 4. Ну и 3 столбца для того, чтобы создать. Умножаем это на 3. Ну вот мы получили 3 столбца. Давайте что-то здесь введем и посмотрим на наш результат. Что у нас получилось. Ну, как видите, вот 3 столбца. Давайте сделаем немножко по-другому. Сделаем текст центр. Это класс, который центрирует элементы. Ну вот, как видите, у нас есть 3 столбца, равные по ширине. Существует всего 5 уровней сетки. Сейчас вы увидите их на экране. Изображение по одному для каждой точки. То есть это Extra Small, Small, Medium, Large и Extra Large. Вы видите на экране все размеры, поэтому у меня нет смысла их озвучивать. Все уровни сетки основаны на минимальной ширине. К примеру, Call SM4. Будет он относиться к малым, средним, большим и Extra большим устройствам. И на мобильном устройстве с таким уровнем сетки будет отображаться контент, как и на десктопе, на компьютере. Что ж, давайте немного отойдем от теории и начнем переходить к практике. В этом уроке я покажу, как работать с сеткой, наверное. И на практике мы разберем с примерами большинство классов. Конечно же, не все. Я покажу только те классы, которые нужны именно новичку просто для работы. Ну, основные, с которыми придется работать каждый день, которые вы легко, в принципе, запомните. И защититься не будем. Не хочу тратить очень много времени делать часовой урок только по сетке. Кому надо, тот посмотрит все возможности в документации. В следующем видео уже будем дальше конструировать наш проект. Ну, может и в этом сделаем, не знаю. Столбцы автоматической компоновки. Давайте рассмотрим для начала их. Давайте удалим все, что у нас было. Здесь не нужно указывать класс столбца и его размер. То есть мы создаем call. Ну, к примеру, это умножим на 3. Ну, давайте здесь тоже буквы какие-то поставим для наглядности. И в таком случае мы получили те же 3 столбца. Можем добавить еще. И они автоматически сместятся. Максимально такое количество можем добавить 12. То есть 12 столбцов, может быть, там по одной букте, как вы захотите. Столбцы будут иметь одинаковую ширину. То есть контент будет выглядеть одинаково на всех устройствах от XS до XL. Давайте возьмем картинку. И на картинке, на примере картинки легче показывать что-то. Давайте удалим все, что здесь было. И добавим везде тег AMG с классом V100. Это класс ширины 100%. Чтобы картинка была... Так, давайте сделаем так. Пятую. Вот. Чтобы картинка у нас тоже стала адаптивной. Ну, давайте посмотрим, как это все выглядит. Теперь при изменении ширины экрана у нас картинки будут тоже менять свою ширину. Ну, как видите, ничего не меняется. Вот таким вот образом это все выглядит. Автоматическая компоновка для столбцов сетки Flexbox также означает, что вы можете установить размер одного столбца и автоматически изменить размер остальных столбцов. Допустим, если мы уберем последний и здесь поставим, к примеру, колл 6. То есть один у нас будет выглядеть таким образом побольше, а остальные останутся такого размера, как и должны быть. Ну, в принципе, вот это один такой момент, который я бы хотел выделить. Обратите на него внимание. Дальше вы также легко можете создать множественную многоуровневую ширину. Создайте столбцы с равной шириной, которые охватывают несколько строк. И можно вставить туда между ними. Давайте сделаем так. Ctrl-C, Ctrl-V. И здесь мы создадим блок с классом V100. Давайте сначала без него. Я покажу вам, как это будет выглядеть. Вот, как это выглядит на данном этапе. Если мы вставляем блок с классом V100, то у нас двое переходят на следующую строку. Две картинки перейдут на следующую строку. Таким вот образом это работает. То есть если вы вставляете блок с классом W100 между какими-то элементами, вы получаете новую строку. В принципе, вот такой вот моментик, который тоже надо понимать и знать, как это работает. Что ж, в сетку Bootstrap 4 входят 5 уровней предопределенных классов для построения сложных адаптивных макетов. Как я уже их показывал, вы их читали на экране. Там была картинка, как вы помните. Для сайтов, которые должны выглядеть адаптивно, одинаково на всех видах устройств и с маленькими экранами и большими, можно использовать Call и также Call 6, Call 5. Это тоже возможно. Давайте это сделаем. Call 6, Call 3, Call 3. Ну и, как видите, мы получаем вот такую вот сетку. Ну, в принципе, вот этот момент вы должны просто знать. Хорошо, теперь давайте поговорим об определенных классах и их сочетании и комбинировании. Если вы не хотите, чтобы ваши столбцы просто складывались в один уровень сетки, вы можете использовать их в комбинации все вместе. Давайте я на примере вам покажу, как все это работает. Возьмем изображение, вот эти вот, которые у нас есть. Давайте удалим все, что у нас здесь осталось. На большом экране сделаем 4 изображения. Вот так вот в одной строке. На среднем сделаем 3 изображения, чтобы они были посередине. И на маленьком сделаем, ну, в принципе, одно изображение, чтобы было на маленьком экране мобильного устройства. Ссылку на картинку я оставлю в комментарии, если кто хочет сделать так с такой же, что это размер просто 200 на 200 пикселей. Можете сделать со своей картинкой. Хорошо, перейдем. Давайте добавим еще, еще две картинки для интереса. Раз, два. И давайте составим такую структуру. Во-первых, как я уже сказал, на маленьком экране у нас должно быть, давайте отметим все, чтобы мы сразу писали. На маленьком экране у нас должно быть в одну строку, то есть XS у нас будет 12 столбцов, то есть один элемент в столбцах. На данном этапе это все будет выглядеть вот таким вот образом. Далее запишем, чтобы на среднем экране у нас они выглядели по 4 в 1, в одну строку. Точнее по 3 в одну строку. И на данном этапе мы получили по 3 в одну строку и по одной картинке в одну строку, когда у нас экран меньше, чем 576 пикселей, по-моему. Вот. Такая вот структура у нас на данном этапе получилась. Ну и давайте доделаем, конечно же. Здесь у нас будет так, чтобы было по 4 картинки в одну строку на большом экране, то есть это call.lg3. И на данном этапе у нас, как видите, получается 4 картинки в одну строку. Ну и вот наш результат. Давайте сделаем еще немножко по-другому. Добавим для row, для того, чтобы эти два элемента были посередине, justify content center. Давайте посмотрим, как это теперь выглядит. Ну вот, как вы видите, они сместились в середину. Ну, это так чисто для визуальной составляющей. Давайте сделаем немножко по-другому еще. Мы добавим для всех наших блоков. Сделаем, как это обычно делают. Никогда же просто так картинки не вставляют. Всегда вставляют там какой-нибудь еще h3 заголовок. Запишем lorem ipsum, к примеру. И после этого, после h3 мы сделаем какой-то параграф. Сделаем lorem на 15 слов. Ну, как-то так. Давайте посмотрим то, что у нас получилось. Ну, как вы видите, вот такая вот структура. Очень просто и быстро мы ее сделали. Ничего сложного, в принципе, в этом нет. И когда мы смещаем, то есть получается по три картинки в один ряд. Вот, потому что у нас четыре столбца. И далее по одной. Ну, вот такая вот структура. Ничего сложного. Давайте могу еще рассказать про justify content. Это из flexbox. Кто не знает flexbox, обязательно посмотрите практику у меня на канале. Здесь мы можем их сместить в конец. Теперь они перейдут сюда вправо. Если мы здесь запишем around, то есть они будут вот так вот располагаться. Тоже красиво, кстати, интересно. И если поставим between, то расположение будет по краям. Добились мы этого очень просто. В принципе, мне больше всего нравится, наверное, центр. Я его и оставлю. Довольно-таки просто, быстро это все сделали. Никаких сложностей у нас не возникло. Ссылочку на картинку я оставлю в комментарии. Кто захочет, сделайте с такой же картинкой. Кто захочет, сделайте со своей. В принципе, это основные моменты, которые вам нужно знать при работе с сеткой. Конечно, там есть и много нюансов работы с flexbox, к примеру, как я только что показывал. Но о них мы будем говорить уже, я думаю, позже. Либо я это сделаю уже в отдельных уроках, потому что не всем новичкам это будет нужно. Главное запомнить вот то, что я показал, и понимать сам принцип работы с вот этими вот классами. Это, в принципе, самое главное. Больше ничего вам на первом этапе не нужно. Имея такие знания, как я показал, вы можете уже строить себе какие-то структуры сайта и красивенько все располагать. В целом, вот такой вот урок получился. Надеюсь, что вы много из него усвоили. Всем огромное спасибо за ваш просмотр. Не забудьте подписаться на канал. Посмотрите предыдущие видео, если вы их не смотрели. До новых встреч, удачи и пока.